Хорошо, теперь, значит, мы перейдем уже к построению состояния. Сейчас мы, ну, что по сути мы называем настройки ПВТ-модели. Мы, в принципе, будем идти примерно, наверное, вот по такому workflow. То есть мы должны будем занести в симуляторах результаты наших лабораторных исследований, замачивать давление на освещение, потом, варьируя ТЦ, ПЦ, либо псевдофракции, либо наших объединенных групп, варьируя эти ТЦ, ПЦ, мы будем матчить газосодержание и объемный коэффициент, а затем, варьируя shift-фактор каждой компоненты и обсеводой компоненты, мы будем матчить плотности. Помним, да, то, что вот ТЦ, ПЦ, молекулярный вес, они влияют на фазовое равновесие. То есть они будут влиять на то, когда начнется фазовый переход, когда он закончится. Shift-параметр, и не лу, да, вот этот С, его еще там называют, ну, обозначают С, там, обычно в симуляторе. А вот этот параметр, напоминаю, он влияет, на фазовое равновесие не влияет, он просто линейно изменяет объем. Это линейная поправка к объему, и это, получается, этот параметр очень удобно использовать для настройки плотности, плотности в основном жидкости. И дальше мы будем матчить вязкость, обращая ваше внимание, что про вязкость мы ничего не сказали, просто потому, что мы ни в каком уравнении состояния вязкости не видели. И вообще уравнение состояния вязкость не описывает. То есть вязкость лежит за пределами вот этой всей теории, которую мы рассматривали. Рассчитывается она по корреляции LBC, то есть Лорен, Брей, Кларк, что-то такое. Я вам ее потом покажу, но к уравнению состояния вязкость не относится никак. Матчим мы ее в самую последнюю очередь, и матчим мы ее своими параметрами. Такими параметрами, ну, в основном, это критический объем, причем там у симуляторов отдельная колонка критического объема для того, чтобы матчить вязкость. То есть если мы там замачиваем вязкость, то вся вот эта вот предыдущая настройка, она не слетит. Так, теперь, наверное, можно перейти к ПВТ-сим. Сейчас мы попробуем взять результаты реальных лабораторных исследований, где у нас будет состав, где у нас будут проведены эксперименты типа СЦЕ, Дифлиба, Сепаратора. Так, первым делом я сделаю такую первичную группировку по, значит, таким вот группам. То есть я, вот здесь, видно, за пробелы, то есть вот это все у меня относится к СЦЕ. Так, помните, концепция СЦН, Eagle Carbon Number, то есть для начала мне нужно будет составчик немножко пересчитать. Так, как я вот пересчитаю? Давайте. Ну, и я сразу, что хочу, я сразу хочу сократить количество, значит, компонент, чтобы не возиться к теме компонентами, которых очень мало. Вольные проценты, то есть у меня есть компоненты, которые там просто десятые, сотые доли процентов. С ними я водиться не хочу, поэтому я сразу возьму и закруппирую. Так, что я еще хочу сгруппировать? Я бы, может, еще взял бы вот эти вот фентаны бы, все бы тоже, наверное, запихал в одну группу. Так, я сюда, наверное, так и запихал. Так, я их возьму. Бутан, изобутан. Ну, их тут практически в равном количестве. Ну, давайте оставим их так. Так, то есть я буду с этим составом работать. Вот, помните, там была рекомендация, да, в презентации то, что Н2 можно, в принципе, если хочется объединить с С1, С2 можно, в принципе, объединить с С2. Ну, предположим, то, что мы там никакой закачки С2 не будем делать. Предположим, что мы просто хотим питать наш пластовый фли. Поэтому здесь я что сделаю? Ну, во-первых, у меня азота очень мало, там, именно, сметана, да. Я его сюда присуну, куплю. С2 тоже очень мало. Я его присуну. Сюда. Вот так, присуну. Куплю. Это уберу, это уберу. Кстати, сейчас я, когда все обычно это делается, обычно люди так делают сами. Ну, вот я вот тоже сейчас сам делаю. Просто я к тому, что вот это объединение, оно сейчас может отличаться от того, что я, например, делал там на предыдущем курсе. Что у меня теперь? У меня теперь 21 компонента. Ну, теперь надо получить их в зоне. То есть здесь у меня С1 плюс С2. Здесь у меня С2 плюс С2. Здесь я сделаю, как я сделаю так, что я вот убираю, так как у меня азота, азота и С2 мало, я просто убираю из компонента состава, убираю азот, убираю С2, и говорю, что у меня просто на эту величину увеличится количество метана и метана. Ну, вот такой я вот, какой я нехороший. Авантюра. А, авантюра, да, вот такой я авантюрист. Вот, но при этом я взял, как бы, бутаны оставил в покое. Тоже так, чтобы показать, что можно и так, и так. Но, в принципе, если у вас там была бы какая-нибудь там в планах закачка какого-нибудь газа, в котором бы был там чистый бутан, нормальный бутан, то тогда бы вот это тоже имело бы смысл, что не объединять эти компоненты. А ты свойства, в смысле, оставишь метана и этана? Вот здесь я ставлю свойства метана и этана, да. То есть я вот, как бы, с одной стороны... А, ну, ну, пополнил, азота и этого мало, там, его просточки. Да, да, я знаю. Именно поэтому. Так, а, С5, ну, С5, я сказал, что я объединю, я объединю вот эти все. Так, С5 объединю. Так, С6, ну, как С6, ну, как С6, ну, с чем не буду знать. С7, я объединю тоже по СССР. Так, вот так, С7, С8 тоже объединю. Так, С9 объединю. Вот. С7, С8 тоже объединю. С9 объединю. Остановите, как оно все-таки равномерно. Того и того, и того, и поэтому, ну, пусть будут, пусть будут у меня так. Пока, пока объединять не будут. Так, теперь проверим. С10, вроде что-то потеряли там. С10 потеряли, да? С10 потеряли. Эй, что такое? А, смотри. Да, здесь, наверное, сумму вставил. Сумму вставил. Да, вот, с10, с10, ну, вот, теперь 100. Вот, видите, проверка, самопроверка всегда важна. Так, умольные доли я все подвил. 100, 100, 100. Отлично. Теперь надо идти в 100. Так, убедимся в том, что у нас Equation of State Penn Robinson с поправкой pinion, то есть трехпараметрического уравнения. Убедимся, что у нас вязкость LBC. И вот она, видите, C7+, чарт просили, то есть процедура описания плюс компоненты. Ну, вообще, как бы, такое общее название C7+, там, это, на самом деле, у вас может платить C10, C20, C7+, это такая общепринятое обозначение в ходах и тяжелой фракции. И здесь должно стоять норму. То есть, видите, подсказка есть. Normal это до C80, Heavy до C200. Стандартном, что я менять не буду. Пусть будут такие, 15 градусов Цельсия и 1, 1 атмосфера. То есть, 1 атмосфера это 1, 0, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 5 бар. Теперь, наверное, надо задать компоненты состава. Раньше, помню, да, мы задавали New No Plus Fluid. понимаем почему. У меня было плюс фракции, теперь у нас есть плюс фракции, поэтому создавать нужно плюс фракции. Создаем какое-нибудь название. А 15 градусов или 15,5 ты там закрыл уже, а я не перебил у себя, у меня 20 стоит. Давайте покажу, вообще это Tools и Settings, вот здесь можно перебить, вот здесь можно поменять систему единиц, в которой будете работать. Есть метрика, есть филки, есть сифная, если вы на нее нажмете, то она вам покажет, в чем вообще все измеряется в данной системе. Также вы можете добавлять свои, значит, свои какие-то юнит системы. Так, там, кстати, по заданию, по-моему, было что-то тоже, надо было что-то поменять. Да, там в последнем слайде что-то такое есть. Да, 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 давайте, знаете, что сделать? Тоже поменяем, то есть, что у нас, давление, пусть будет в барах, pressure, бары. Так, температура в Цельсиях, так, 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 ну, вроде как, вроде как все, ну, хорошо, пусть будет так. Ну, если бы нам что-то надо было поменять, мы бы это вот так бы поменяли и сохранили бы, да. Так, здесь еще настройки какие-то есть, уравнение состояния, конвенция для вязкости. А теперь вот они, лампинг, схемы объединения. Схемы объединения, если мы нажмем, то увидим такие схемы, то есть по дефолту есть, что он по дефолту вот этих C7 плюс фракций, он оставляет 12 штук. Также есть, ну, то есть, то есть, что это? Это значит, что вот по дефолту, это значит, что он вашу плюс фракцию раскатает до C80, а потом все, что больше C7, все, что между C7 и C80, он по вот этим правилам, которые я на слайде показывал, он по этим правилам соберет, закруппирует в 12 псевдокомпаний. То есть, такой смысл. Это вот по дефолту, как он делает. Также есть какая-то уже вот заготовленная, да, схема лампинга для просто композиционного моделирования. То есть, видим, да, как он тут лампит, вот он азот сметаном лампит. То есть, вам этого делать не надо руками то, что вот мы делали. Ну, я руками сделал так, чтобы просто смысл показать. А вообще, в принципе, он сам это может сделать. То есть, если вы ему такую схему зададите, мы также можем свою схему задать и так же бы сейчас накидывали бы то, что вот это объединяет с этим, то с другим. Здесь просто она уже такая зашитая схема. Также есть схема для закачки C2. C2 тут видим, да, ни с чем не группируется. То есть, то, что не в этом списке, то группироваться не будет. Добавлять можно свои схемы. Все как бы вроде как все просто. Давайте попробуем добавить лампинг схем 5. Вот тут я могу взять и скажем, вот эту цифру, так, на 9 и снизить. Потом попробуем, что с ним, что это нам удастся, в чем это вылезет. Так, через лампинг с этими схемами лампинга разобрались. Теперь, то, что я говорил, подгонка давления насыщения через изменение молекулярного веса. Мы создали схему лампинга, но не применили ее, правильно ведь? Пока нет, пока не применили. Пока что мы просто добавили еще одну схему лампинга, которую потом можем впоследствии там применять. Я опять же покажу, где это. Ну, вот сейчас у тебя в настройках 5.7 дефолт встретится. Да, да. Сейчас она дефолтная. То есть, если я сделаю так, то он будет ее применять. Сначала давайте с дефолтой поработаем. Главное, мы поняли, что там эти цифры значат. Потом, как я говорил, он сразу может, тоже мы это увидим, он сразу может подгонять давление насыщения через молекулярный вес плюс фракции. Здесь указывается наша неопределенность по плюс фракции. То есть, в каких пределах он сможет ее варьировать. Плюс-минус 5%. Вот мы напишем сюда 10, и тогда он будет плюс-минус 10% варьировать. Пытаться в этих пределах варьировать молекулярный вес плюс фракции, чтобы сразу нам подбить давление насыщения. Так, это то, что по настройкам. Теперь можем пойти, опять же, не плюс фрит, задать ему. Так, фрит, тайп плюс, композицион в процентах, антиотенти, вот мы видим, 10%. Вот тут вот можем галочку поставить и занести вот эти значения, температура и давление насыщения при этой температуре. Это мы можем взять из результатов CCE теста. Так, а полостовая температура у нас там по заданию 65 градусов? А, кстати, условия стандартные указаны 15,5 градусов. Можем, в принципе, поменять. Ну, ладно, не поменяли, так не поменяли. 65 градусов и давление насыщения. Но мы сразу можем его CCE теста узнать. Так, это у нас входные данные. И мы знаем, что, как найти вот эти таблицы давления насыщения. Это 252 бара. Вам надо называть состав. Сейчас я вернусь к Excel. И здесь нечего, чтобы прямо взять и скопировать. Ну, во-первых, нужно вот эти две, эти два поля убрать. Вот это поле тоже убрать. И убирайся. О, убралось. Так, теперь что я сделал? Я там изобутан и нормальных бутанов ставил. А в пентанах, в пентанах у меня на самом деле там больше всего было из-за пентана. И совсем мало него пентана, и нормального пентана тоже очень мало. Ну, я тогда здесь возьму и тоже оставлю из-за пентан. А нормальный пентан уберу. Дальше у меня C6, C7, C89 и C20+. Отлично. Теперь у меня список здесь. Нужно совпадать со списком в моей табличке экселевской. И я из нее эмольные доли в процентах сюда копирую. Вот здесь двадцатка, и то, что идут C20, определяется вот этим полем эксцент. Тут C20. Да, здесь вот этим полем определяется то, сколько здесь вам даст изначально по дефолту. Дальше вы, конечно, можете накидывать уже отсюда. И все будет добавляться. Также на самом деле, ну, потом покажу тоже, там еще есть вот, по-моему, здесь вот дефолт компонент лист. Вот здесь вот кнопочка. Там, в принципе, до того, как вы нажали создать плюс вид, можно было, в принципе, вот эти вот CO2, H2S, можно было отсюда убрать. И тогда он каждый раз вам будет уже давать вот эту заготовку без этих CO2, H2S. То есть это дефолтный компонент лист, который он вам предлагает заполнить. Так, что здесь у меня C20, 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 C20. Отлично. Total 100. Единственное, здесь вот этот восказательный знак, который говорит, то, что молекулярный вес, последний компонент, как бы маловат для плюс-фракции. Ну, конечно, он маловат. На самом деле, плюс-фракцию нам дали. Ну, и, кстати, такое, наперед. Вот, если бы у нас была плюс-фракция не C20, а C10, плюс, да, и список бы у нас здесь закончился, то он последний цикл же автоматически воспринял как плюс-фракцию. Вот именно этот плюс-фракцию он бы потом раскатывал до C80, а потом было уже все, что выше C7, он бы собирал в 11 компонент. 7-докомпонент. Так, я пойду в презентацию и посмотрю. Значит, молекулярный вес C20 плюс у меня 495. 495. Плотность 0987. 0987. Все. У меня сюда. То есть я описал, типа, плюс-фракцию свою. Молодец. Так, надеюсь, что ты ничего не забыл. Нажимаю ОК. Он мне говорит, что все хорошо. Вот у меня текущих вид. Проблем 3.1. 9.20 компонент. Так, не настроено. Не настроено. И уравним состояние Пенга Робинсона. Давайте посмотрим на него. Вот. Это наш, значит, теперешний состав. То есть, видим эти псевдокомпоненты. Видим то, что изначально до C80 все было раскрыто. То есть давайте еще раз в презентацию вернемся. Так, сейчас я презентацию открою. Вот. То есть он сначала до C80 раскрыл. А потом свернул все в, начиная с C7, свернул псевдокомпоненты. Но вот там вы увидите то, что там есть отдельно C7, есть отдельно C8, C9. И только с C10 начинаются какие-то там лампинги. Почему именно так? Это настраивается же или нет? Ну, так же. Смотри, здесь что? Здесь что настраивается? Сейчас покажу. А здесь мы... Почему он типа с C10 начал, а не с C7? Да. Настраивать мы имеем право только количество псевдокомпонентов. Давайте посчитаем. Вот C7, так раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Заметили, что начиная с C7 у нас всего двенадцать компонентов. Двенадцать. Вот именно это число было в дефолтных настройках. В дефолтных настройках вот здесь. В C7 дефолт 12. То есть это то, что мы можем контролировать. А вот теперь, какие компоненты, с какими он будет лампить, вот это уже определяет только алгоритм. Алгоритм, который я вам показывал. Один из двух, да, там, этот или этот. Здесь это как задача решается, оптимизационная задача, с точки зрения математики решается какая-то оптимизационная задача, у которой есть ограничения. То есть ограничения это количество компонент, конечное, и вот эти вот ограничения по материальному балансу. То есть он там не должен чего-то извне привнести, ничего не должен потерять. А остальное просто он делает так, чтобы закон распределения был... По сути, вот эти линии, вот эти формулы, это законы распределения. Вот этот вот закон распределения. Вот, и поэтому он подгоняет количество вот этих компонентов таким образом, чтобы этот закон выполнялся. Но он всегда будет составлять до C10, там, C7, C89 отдельными? Нет, нет, он будет не всегда так делать. Вот, скажем, давайте... Помните, мы там создали отдельную схему, да? Латинский схем 5. Там мы воткнули число поменьше, да? Здесь 9, да? Сейчас давайте возьмем и с такой настройкой попробуем создать флимп. То есть я вот тут вот проблему 3.1 партия, а здесь тест. Так, опять, вот это вот выбираем. Просто вот эту татуру уберу. Здесь опять, что я, кстати, копирую поставки. Так, вот, кнопки, отлично. Кравы внизу, вот эти цифры. Цифра будет. Так, ну, это тоже могу поставить. Но это не повлияет на количество компонентов вообще никогда не повлияет. Это просто, что я не отвечу. Так, скажем, окей. И теперь вот видите, у меня тест, другой флид, бью. Так, вот тут он оставил, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть девять. Столько, сколько я ему сказал. В принципе, если я ему сейчас задам, не знаю, там, там, какой-то, конечно, снизу ограничения есть, не помню. Но, в принципе, если мало поставить, по-моему, по крайней мере, в прошлой версии, как бы, он эти и ци 10 объединял, и ци 9 объединял. Давайте я вот еще на схему задам, ну, чисто, посмотреть. Так, вот, пусть будет три. Пусть будет три псевдокомпонента. Окей. Вот, видишь, мы ему сказали, что поставили возможность только лампить только до трех, получается, псевдокомпонент. Вот тут после. И вот он и ци 7 запустил. Ну, и, какая-то, здесь чистая математика, чистая оптимизационная задача. Работает он, почему он работает с ци 7+, ну, потому что на том же хроматографе уверенно выделяется все только до ци 6. Все, что выше ци 6, уже начинает иметь погрешность, а то, что там после ци 9 вообще как бы ересь. Вот, ну, создатели этого софта, вот они так, этот опыт сюда и заложили, и дали эту возможность. Вот, соответственно, мы видим то, что у каждой этой псевдокомпоненты посчитан уже молекулярный вес, плотность. То есть это как-то, ну, вот эти две вещи, понятно, они осредняются альфметическим средним со взвешиванием по мольным долям. Критическая температура, критическое давление, там уже есть корреляции похитрее, чем простое осреднение. А как работает простое осреднение, мы с вами на самом деле уже посмотрели, решили задачу на этот счет и увидели, что простое осреднение работает очень плохо. Ну, и вот, в общем, для каждого псевдокомпонента он рассчитал, интерполировал все вот эти свойства. Так, ладно, теперь вернемся к тому фриду, который у нас был первым. Так, лампинг, дефолт, дефолт, хорошо. Так, окей, все. Ну, здесь ему молекулярный вес не помог застичь давлений сочинения, значит, будем работать по-другому. Теперь я просто тогда пойду как, выберу этот фрид, вот эту галочку сниму, скажем, ладно, не мучай мой молекулярный вес плюс фракции, я по-другому что-нибудь сделаю. Все, теперь он такой штуки не выдает, это старое осталось. То есть, теперь что у нас есть состав, то есть у нас теперь есть некий фрид с вот этим компонентным составом, естественно, это уже не наш исходный компонентный состав, а тот, который получился в результате, во-первых, расцверстки до C80, а во-вторых, лампинга до 12 C80 плюс компонента. Сейчас вот как я выбрал характеризованный фрид, он у тебя появился, да? Да, я его выбрал как бы, смотри, смотри, как это получилось, я его, вот когда я его выбираю просто из списка, из базы данных, он у меня открывается как раз-таки мой плюс фрид, мой исходный, который я задавал. Но BTC тебе все равно не даст работать с исходным плюс фридом, когда ты нажмешь кнопочку окей, окей, это значит, да, я выбираю этот фрид, и он тебе сразу его через процедуру описания пропускает. И текущий твой фрид. А, нажал на view, а, все понял. Есть, конечно, такой момент, если ты не хочешь, чтобы он твою плюс фракцию корежил, и типа ты ее руками там, может быть, покорежил, как-то высчитал, то есть, если ты не хочешь, чтобы он твой состав корежил, есть опция new characterized fluid, да, вот этот фрид, он тебе уже не будет там раскатывать и лампить. Он скажет, как бы, ну, хочешь так, как ты забил, хорошо, пусть будет так, как ты занес. Все эти компоненты, типа, вручную, если я там объединил. Есть, да, такие люди, которые, ну, как люди, компании, скажем, я вот видел тоталевский отчет по ПВТ, где они сами там делали ПВТ-модель, то есть, они там очень детально исследовали этот компонент в составе. У них там было больше ста компонент, они выделяли. Помню, тогда я попробовал забить его в ПВТ-модель, а он мне ПВТ-модель сказал, что я вообще изначально больше 80-ти кушать не могу. То есть, может быть, конечно, если бы я ему поставил опцию heavy, он мне бы дал больше 80-ти, но я не помню точно, делал не делал. Но, в общем, на стандартных настройках он мне не дал создать fluid, у которого больше 80-ти компонентов. Вот, и тогда мне пришлось там вручную, там, уже самому вручную делать лампинг до 80-ти компонентов, и это только этот софт я уже смог занести в ПВТ-7. А у чуваков был какой-то, у тотали какой-то свой внутренний софт для вот этого моделирования. И, в общем, они там, по-моему, и все расчеты могут делать, но если его нужно что-то выгрузить в тот же ПВТ-7 или в ПВТ-7, они могут лампинг сделать у себя по своим корреляциям. Видите, в лампинге есть две вещи. Первая – это решить, какие компоненты объединяются друг с другом, друг с другом. А вторая вещь – как посчитать свойства вот этой вот псевдокомпоненты. То есть, есть свойственные средства, критическую температуру, критическое давление, ацентрический фактор. И, там, shift-фактор для него, да, вот основные вот вещи. И разные люди, как бы, ну, нет единого универсальной формулы, которая бы всегда работала. И вот у разных, как бы, групп людей есть разные корреляции для этого, разные алгоритмы. Так, окей, у нас флюид наш есть, флюид есть. Теперь нам нужно что? Нам нужно, по идее, еще вот в этот флюид. Кстати, вот когда вью, ты его изменять не можешь. А я что хочу? Я хочу сюда добавить ПВТ-дата. То есть, я хочу добавить сюда наши эксперименты. Так, добавлять, вот можно кнопочка add, remove, убирать. То есть, у нас есть constant mass expansion, да, тот же самый, constant composition expansion. Вот я ему говорю, добавься сюда. И так же я сделаю с deflib, так же я сделаю с сепаратором. Так же, ну, так же можно сделать и с другими тестами, если они у вас есть. Ладно, сегодня, конечно, на самом деле, мы уже все время, наверное, исчерпали. Тогда продолжим завтра, продолжим с того момента, как будем заносить результаты экспериментов лабораторных в ПВТ-СИМ. Продолжение следует...